Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, буквально мгновение отделяют нас от решающего Нового года, того дня, который определит судьбу нашу и всего мира на следующий год. Надо посмотреть и записать, какие планы увеличения духовной активности мы себе берем на следующий год. В чем мы придем к этому суду? Начать надо с главного. В конце 19 века, в первой половине 20 века, еврейские иммигранты, пребывающие в США, не могли найти себе работу, позволяющую соблюдать шаббат. Некоторые из этого оставили соблюдение заповедей, другие, таких тоже было немало, проявили великую самоотверженность. Они нанимались на работу в понедельник и в пятницу уже увольнялись, и были масса проблем, поиски новой работы занимали недели, иногда и месяцы. Все это жили на вот эти копейки буквально, которые они получали за отработанные пять дней. Поэтому на все шли ради Святой Субботы. Их героическая самоотверженность, она уникальная и заслуживает уважения. Но поражает другое. Дети этих сильных преданных Торе людей в основной своей массе отошли от соблюдения заповедей в Америке. Почему? Неужели родители не производили на них должного впечатления? Дело не в этом. Родители соблюдали субботу, но соблюдали ее с кислым лицом. С таким раздумием завтрашнего дня, все рассуждения за столом шаббат не были, на что мы будем жить, с охами и так далее, с какими-то вздохами входила царица суббота и другие какие-то заповеди в их дом. И поколение не приняло такую субботу, не приняло такие заповеди. Если бы родители радовались тому, что они удостоились исполнять Тору, что написано, что она дороже тысячи золотых монет, если бы объяснили детям, нам нелегко, но ведь по испытанию награда, результат был бы другим. И нам поэтому говорит Всевышний в этой недельной главе. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Знаете, что заповеди это благословение, чем больше Торы входит в жизнь человека, тем больше в нем жизненных сил. Написано, умножающие знания Торы умножают жизнь. Перед тем, как исполнить заповедь, произносят Браху, что там написано, который осветил своими заповеди. В Талмуде, в трактате, выскочило с головы, говорится, что эти слова несут радость. Если приступишь к исполнению заповеди с ощущением радости, значит, ты исполнил заповедь, выбери жизнь. Вот и все. А тогда что произойдет? Всевышний, в свою очередь, позабося, что жил ты, твое потомство. Когда родители радуются заповедям и показывают это детям, то дети тоже выбирают дорогу жизни. Написано в Каэле, в конце концов, все будет услышано, всесильного бойся, и заповеди его соблюдают. И в этом состоит весь смысл сотворения человека. Ибо всесильный рассмотрит все на суде, включая все потаенное, хорошее и плохое. То есть Создатель дает нам надежду в душе каждого человека, но если он не абсолютно законченный и злодей, возвращает ее в мир для исправления. Раби Минахим Минаши в комментариях на эту главу рассказывал такую небольшую притчу. Был еврей по имени Йона. Пришел он к Балшемтову и говорит, «Раби, мне тяжело, заработка нет, пропитания нет. Я занимаюсь торой, но у меня нищета такая. Как обеспечить?» То говорили, «Знаешь что, Йона, отправляйся в город такой-то, в дом известного богача, и он тебе даст деньги». Йона обрадовался, денег нет, пешком прошел, все, приходит. Ему говорят, «Знаете такое?» Он говорит, «Знаем, он уже умер лет 60 назад. Вот эта вся улица, все, это все его дома, владения было, его богатейший человек был редкий, мерзавец, никогда не помогал людям, синагогу не заходил, не доплачивал сотрудников. Ну, в общем, страшный человек. Опечалился Йона. Неужели Раф подшутил надо мной? Да пришлось ему возвращаться с пустыми руками. Когда вернулся он к своему учителю, Балшемтов говорит ему, «Ты был в том городе? Ты видел дворцы? Ты видел, как богат был тот человек? Так вот, знай, что это было все твое. Ты, это твоя душа была в его теле. Это твоя реинкарнация. Твоя душа вернулась в этот мир для исправления. Поэтому ты сейчас, Талмит Хахан, ты занимаешься Торой, нет у тебя другой жизни. И придется тебе терпеть в этом мире. Потому что по милосердию Всевышнего, ты не пошел в ад, гейно, и тебе не был наказан страшными казнью, а вернулся в этот мир. И так очень много случаев у нас таких. Надо помнить, что верша свой суд, Творец ждет от нас ответных действий. Ведь мы его создания, а не обычные подсудимые. Обычные подсудимые смиренно должны ждать участия. Но мы, нам дается шансы сменить все, исправить. На дворе месяц раскаяния. У нас еще есть несколько дней. Жизнь по Торе отрицает праздность, равнодушие, бездеятельность. Для преодоления любых трудностей необходимо, прежде всего, что трезвая оценка ситуации. И вот о пререшении неразрешаемых, на наш взгляд, задач. Надо молитва. А все остальное работать. Если задача не посильно, молись. Если посильно, срочно надо работать. Однажды ночью в одном маленьком городе пришел сильный снегопад. И утром учащие Ешивы пришли по пояс в снегу, к раввину. Он говорит, что надо делать. Первый говорит ученик, надо молиться, что началось вот теперь. Торый говорит, надо переждать, пусть снег в себе идет дальше. Третий говорит, тот, кто углубляется в Тору, ему все равно, снег или нет. А Рэба говорит, теперь послушайте меня. Ученики приготовились внимать великой мудрости. И раввин посмотрел на них и говорит, а теперь лопаты в руки и вперед. Так и мы. Лопаты в руки и вперед. У нас осталось несколько дней. Мы можем еще что-то разгрести. Брахава Ацлаха. Хорошей подготовки к Новому году. Новый год не путайте. Это не то, что елочка. Это там, где решаются судьбы людей. Так вот, хорошего приговора нам на Новом году. Брахава Ацлаха. Субтитры делал DimaTorzok